Дорогие друзья, вы находитесь на канале Техно Бар Плюс и сегодня у нас знаменательный день. Распаковка моего нового смартфона от компании Xiaomi. Это модель Xiaomi 11 Lite 5G NE. Вот такое длинное название, друзья. Лучше позже, чем никогда. Скажите вы, что этот смартфон уже вышел. Но я все-таки придерживаюсь этого, скажем так, слогана. Лучше я сделаю обзор позже. Но уже, хочу вам сказать, этот смартфон на ранних версиях был не допилен. Сейчас его допилили и прошивку, и камеру, и все нюансы. Почему я взял данный смартфон? Во-первых, на него сейчас очень вкусная цена. У меня версия 628 цвет Bubble Gum Blue. Во-вторых, друзья, это у меня европейская версия. Европейская версия по заявлению компании обновляется намного чаще. Здесь уже установлен последний Android, последний MIUI. Этот смартфон еще получит и 13-й Android, тоже и 14-ю MIUI получит. Ну, то есть, в принципе, с этим все окей. Кратко, друзья, по характеристикам вам расскажу. Перед тем, как мы начнем распаковочку, вы подпишитесь, пожалуйста, на канал Техно Бар Плюс. Прожмите лайк под данным видео, напишите свой комментарий, что вы думаете вообще по этой модели. Кстати, друзья, у меня на канале есть распаковка точно такого же, ну, в принципе, все тесты точно такого же смартфона. Xiaomi Mi 11 Lite. Не 5G, не 5G NE, а именно 11 Lite. Посмотрите, очень много интересной информации об этом смартфоне. И хочу вам сказать, что в том смартфоне меня очень, скажем так, поразила камера. То есть, стабилизация электронная там была на высшем уровне, в принципе. На Snapdragon 732 был Xiaomi Mi 11 Lite у меня. И, вы знаете, довольно-таки неплохо. С тех пор, что изменилось, друзья, в этот смартфон поставили процессор Snapdragon 778G. Здесь у меня 6 ГБ оперативки. Процессор довольно-таки крутой. В принципе, каких-то изменений, как таковых, серьезных, этот смартфон не претерпел. Но, тем не менее, по камерам весь тот же самый набор на 64 Мп Samsung GW3, 20 Мп фронталка, макрокамера с автофокусом. Ну, в принципе, давайте распаковывать и, походу, будем знакомиться, что же и как. Во-первых, коробка в стиле флагманов. Золотистая надпись 11. Mi, как вы можете видеть, новый логотип компании Xiaomi. Здесь изображен. И здесь у нас Mi 11 Lite 5 GNE. Вы знаете, цвет довольно-таки прикольный. Розовое золото, я имею в виду в названии. Здесь в коробочке ничего. Здесь у нас аксессуары. Сейчас будем смотреть. И я, естественно, этот смартфон уже распаковывал, проверял. Ну, как же без проверок. И обновление прилетело сразу, друзья. Об этом будет отдельное видео. Как вы можете видеть, невесомый дизайн. Он очень легкий, этот смартфон. Это раз. Во-вторых, он, ну, скажем так, имеет обалденный дисплей. На 90 Гц Super AMOLED дисплей у нас идет. Разрешение Full HD+. Dolby Vision. 10-битный объем цвета. 90 Гц матрица. Поддержка 10-битного объемного цвета. Или что-то в этом роде. Ну, в общем, функция True Color присутствует, кстати. Зато нет, друзья, DC-димминга. Это вот это вот прискорбно. На 64 Мп тройная камера. Ультраширик. Телемакро линза. И процессор Snapdragon 778G. Напомню, данный процессор установлен также в смартфоне из современных, скажем так. Так, это Xiaomi Mi 12 Lite. Nothing Phone 1. Ну, это такие из последних, скажем так. Итак, сам смартфон пока откладываем в стороночку. Что у нас еще здесь есть? Кабель от... Зарядный кабель наш. Сразу же проверяем, что по длине, по коннекторам. Ну, тут ничего нового. Оранжевые коннекторы, как вы можете видеть. По длине метровый он так и остался. Кабель качественный. Есть защита от излома, как вы можете видеть. Все здесь на месте. Но эти кабели, я вам хочу сказать, сколько у смартфонов Xiaomi меня не было. Они не ломались. Кстати, этот смартфон взял на замену смартфону Redmi Note 11. Почему? Объясняю, друзья. Пока походу разбираемся. Потому что смартфон Redmi Note 11 получил всего лишь одно обновление, можно сказать, за 3 месяца. Он слабо поддерживается, друзья. Он до сих пор на 11-м андроиде. Да, китайские версии, возможно, там и есть на 12-м андроиде. Он на 11-м андроиде. Да, там 13-я MIUI. Но, тем не менее, друзья, там есть ряд своих минусов. Экран похуже. Сразу говорю, там подешевле. Матрица стоит здесь. Будет матрица поинтереснее. 33-ватта зарядное устройство. Друзья, мне интересно бы знать, какие тут алгоритмы обработки. В принципе, алгоритмы скорости заряда аккумулятора. Поэтому будем тестить, как говорится, этот смартфон хвост и в гриву. Блочок очень серьезный, как вы можете видеть. Версия смартфона европейская, подчеркиваю. Но, как таковой, разницы большой нет. Скрепочка у нас идет. Скрепочка стандартная. Хотелось бы видеть все-таки от компании Xiaomi какую-нибудь поинтереснее скрепочку. Ну, вот такая проволочка, которую вы можете сами без проблем даже сделать. Друзья, вот такая штука есть, которую не кладут почему-то в смартфон Redmi Note 11. Эта штука называется переходничок с Type-C на 3,5 мм джек. То есть, переходник есть, уже круто. Считайте, что вы наушники подключили. Потому что в самом смартфоне разъема 3,5 мм джека нет. Так, инструкции у нас идут тут различные. Я не знаю, кто их читает сейчас. И чехол. Чехол сразу же отрываем вот этот вот штрих-код. Непонятно, зачем здесь он нужен. Но, тем не менее, посчитала компания Xiaomi, что его необходимо здесь. Убираем все оставшиеся аксессуары. Оставляем только скрепочку. И сам чехол довольно-таки неплохого качества. Я вам хочу сказать, не для галочки. Укрепленные бортики. Давайте сразу же посмотрим сейчас на смартфон и потом на него в чехле. Ну, друзья, я вам хочу сказать, вот этот цвет. У меня точно в таком же цвете был смартфон Xiaomi Mi 11 Lite. Но Bubble Gum Blue это что-то с чем-то. Я хотел, конечно, мятный. Но получилось, что взял такой. Вы знаете, дизайн этого вообще, в принципе, смартфона. Эти переливы, вы можете посмотреть. Он от какого-то сиреневого к голубому отлив идет. И потом, опять же, к перламутрового голубому. Но круто. Друзья, единственное, что не нравятся вот эти надписи. А Xiaomi 5G, в принципе, ок. Нормально, полностью более чем устраивает. Вот такая у нас идет. Сейчас протру об одежду камеру. Видите, даже стеклышко с олеофобным покрытием каким-то идет на камере. Камера идет. Идет ультраширик. Основной объектив. И на 5 мегапикселей макро объектив с автофокусом, друзья. Двухтоновая вспышка идет. Очень серьезная вспышка. Такой, кстати, телефон есть у моих друзей. Вообще, радуется, не нарадуется. И, кстати, с автономностью все ок здесь. Несмотря на то, что аккумулятор здесь по нынешним меркам 2022, как говорится, не велик. 4250 мАч. Но, тем не менее, оптимизация здесь сейчас на высшем уровне. Поэтому должно быть все ок. Как вы можете видеть, здесь стеклышко. По бокам пластик, как я понимаю. Кнопка встроенная. В ней же сканер отпечатка пальца. Кнопка включения-выключения. Качелька регулировки громкости. Сверху у нас идет инфракрасный пор для управления техникой. Микрофон для шумоподавления, друзья. Посмотрите, как выпирает камера минимально совсем. Хотя, хоть здесь и, скажем, такой трехэтажный идет постамент. Вернее, двухэтажный. Один этаж, второй этаж. Здесь блок отдельно выделен. Это, если так со стороны посмотреть, очень похоже на флагман Mi 11. С левого боку у нас нет ничего. Снизу идет, собственно говоря, лоток. Давайте сразу же посмотрим. Лоток, микрофон разговорный Type-C и стереодинамик. Стерео здесь достаточно крутое, друзья. Если даже не лучше, чем на Redmi Note 11. А на Redmi Note 11, напомню, очень громкие динамики. Итак, что же здесь за лоток, друзья? Смотрим сразу же. Лоток здесь у нас, кстати, с резиночкой. Показываю поближе. Вот резиночка. Здесь она на месте, черного цвета. Либо две nano-сим-карты, либо сим-карту до терабайта. Вставляем microSD формата и одну nano-сим-карту. Ну, в принципе, я думаю, что лучше вставить, наверное, сразу карточку памяти. Не карту памяти, а, прошу прощения, сразу вставим, наверное, симку, чтобы проверить все это дело. Так, и хотелось бы еще отметить, друзья, сразу. Олеофобное покрытие присутствует. То есть, с этим полный порядок. Пленочка присутствует. Сразу же пленочка с завода идет у нас с этим тут полный порядок. Что у нас по форме самого непосредственно смартфона. Смартфон, как вы можете видеть, здесь идет как скошенные края, но не сточенные. Пасочка снята вот таким образом, интересным. Вот, здесь как на скос идет. Ну, цвет, конечно, и вот так он лежит в руке, друзья, посмотрите. В руке очень удобный, очень невесомый. Давайте посмотрим сейчас, как он будет в чехле, будет ли его портить чехол. Ну, честно говоря, если бы он был какой-то металлический, я бы его в чехол, наверное, не клал все-таки. Но чехол его даже и не портит, я вам хочу сказать. Довольно-таки неплохо все аккуратненько выглядит. Все переливы сохраняются. Это специально, наверное, компания Xiaomi сделала. Здесь выступы, чтобы чехол не портил, в принципе. Здесь выступы по четырем краям есть. Тут полный порядок. Сверху все вырезы по фэн-шуй. Под инфракрасник, под микрофон для шумоподавления, под качельки. Довольно-таки все неплохо. Давайте будем включать, посмотрим первые впечатления. Вообще, смартфон в нынешних реалиях, друзья, он весит, я вам сейчас скажу, столько. 158 грамм всего лишь. Пока запускается смартфон, я хотел бы отметить тот нюанс, что его размеры 160 на 75 миллиметров. И 6,8 всего лишь толщина. Бывает цвет черный, белый, розовый и голубой. 6,55 диагональ идет нашего экрана. 29 соотношение сторон. Super AMOLED матрица. 2400 на 1080 пикселей. Full HD+. 90 Гц частота обновления. 240 Гц частота отзыва тачскрина. И ко всему прочему, друзья, 800 кандел на метр. Максимальная яркость. Контрастность 5 миллионов к одному. Коэффициент контрастности, яркость. Минимальная 500 кандел. Это если не в пике. В пике 800 кандел на метр квадратный. По крайней мере здесь. Так указано. Экран 10 бит. SRGB полный охват. Cornell Gorilla Glass 5. Dolby Vision экран. Ну, как бы все интересное. Еще впереди, как говорится. Стереодинамики Hi-Res у нас идут здесь. Два микрофона, как я уже сказал. Друзья, и что хочу сказать по экрану. Вот я его только включил. На всю мощность экран здесь сейчас работает. Экран, конечно, выше всех похвал. Яркости с запасом, друзья. С запасом однозначно. Хотя, честно говоря, я вам хочу сказать. Вот многие говорят, что у смартфона OnePlus Nord 2, кстати, на который ведется съемка. Сейчас, друзья, оцените, пожалуйста, качество. На него будут тоже всевозможные тесты. Я хочу сказать, что OnePlus Nord 2, ну, конечно, да, не такой яркий, как у Xiaomi Mi 11 Lite 5 GNE экран. Но, тем не менее, я хочу сказать, что тоже не ударяет в грязь лицом. И мне прекрасно, лично мне все прекрасно видно. Днем, при солнечном свете, не при солнечном свете. Возможно, чуть-чуть яркости можно было бы и добавить. Но вот он просто на максимум и работает у меня постоянно. Я вообще люблю, чтобы смартфон работал на максимум по всем моментам. И по сравнению с этим, этот, конечно, будет поярче. И поярче, и более контрастный, скажем так, экран. Ну, есть свои нюансы, есть свои, как говорится, плюсы-минусы и так далее. Давайте сразу же, друзья, посмотрим, какие тут имеются у нас, сейчас, секундочку. Какие у нас имеются здесь моменты по видео. По видео смартфон снимает максимум 4К 30 кадров в секунду. Full HD 60 кадров в секунду. Но, я так понимаю, это все идет с электронной стабилизацией. И фронталочка у нас идет, друзья, на Full HD 60 кадров в секунду максимально. Есть режим ночь, опять же, друзья. Но об этом еще будем все тестировать, все смотреть будем. Сразу смотрим, под управлением какого андроида. Это был 12.5.5, потом было еще одно обновление. И еще одна, вот последняя версия 13.09. У нас идет MIUI 13.09, Android 12. Все вам показываю сразу же, чтобы вы понимали. Все как бы на последнем андроиде. Чего нет у Redmi Note 11, скажем так. 13.09 последняя версия. И, как вы можете видеть, у меня EU, вот эта буква EU, говорят, что это европейская версия на 128 гигабайт. Непонятно, чем уже 32 гигабайта практически занято. Но, тем не менее, в принципе, смартфон летает. Все окей, все быстро, все довольно-таки лихо работает. Сейчас я включу еще Wi-Fi. Проверим звук по звуку, как опростоволосится смартфон или нет. Но я думаю, что будет все ок. В принципе, я уже подключил предварительно к Wi-Fi. Дабы не заставлять вас особо долго ждать музыка без авторских прав. Сразу же включаем. И послушаем, как звучит наш смартфон. И там тихие треки попадаются, правда. Кстати, друзья, хочу сказать, что здесь не полуторка, а именно стереозвук. И довольно-таки неплохой. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то почему-то подвисает у меня интернет. Но это все связано, друзья, с интернетом. Потому что, в принципе, как вы можете видеть, в принципе, все подтягивается потом. И хотел бы, друзья, еще вам провести свой сразу же тест традиционный 4K 60 кадров в секунду. Как воспроизводит. Насколько я понимаю, здесь есть, друзья, все-таки нюансы. Вот. Сразу же открываем. Выставляем максимальное качество. С HDR-ом. Full HD. Вернее, 4K 60 кадров в секунду. И смотрим, как работает. Хотя, друзья, вот я смотрю, сейчас полный порядок. На максимальном качестве работает. Можете посмотреть сами. 4K 60 кадров в секунду. Еще с эффектом HDR. Но. Но вот сейчас пошли какие-то тормоза. Тормоза пошли. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, со скоростью интернета. Но знаю, что у моих знакомых таких тормозов никаких нет. Скорее всего, наверное, момент еще какой-то, может быть, неполной адаптации прошивки. Но 778-й снэп, он без вопросов тянет на Full HD Plus дисплеях. То есть, полный порядок. Ну вот сейчас 4K 60 кадров в секунду. Идет без тормоза. Вот начались какие-то подтормаживания. Вот видите, да? Вот. Показываю все как есть, друзья. Вообще, в идеале, этот смартфон работает нормально. То есть, есть какие-то нюансы, еще оптимизации. Все-таки еще доработки будут. И с интернетом еще большой вопрос. Я его попытаюсь подключить через 4G, 5G интернет. И посмотрим, будет как он работать. Будет ли так подтормаживать. Воспроизводить. Но вообще, тут все с этим полный порядок. Вот как-то так, друзья. Но, тем не менее, напишите свои вопросы, которые вы считаете нужным. Дабы я, естественно, по вашим заявочкам сделал видео дополнительные. Пока смартфон классный. На 128 гигабайт памяти есть. Можно еще расширить картой памяти до терабайта. Будет все работать отлично. Еще, друзья, маленький нюанс. Я вам хочу сказать. Вы видите, да? Вот, кстати. Запас яркости очень серьезный. Вот я сейчас сделаю. Это я убрал практически на 50%. Дабы не засвечивало экран. А в этом смартфоне очень серьезно поработали над звуком. Особенно через проводные наушники, друзья. Запас по громкости обалденный. Такого не было в Redmi Note 11. Возможно, потому что там был такой процессор. Вот как-то так, друзья. Задавайте свои вопросы по моему новому смартфону. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Как обычно на канале Технобар Плюс. Я вас попрошу подписаться на канал. Прожать лайк под данное видео. Написать свой маленький комментарий. Прожать колокольчик, дабы не пропустить это следующее видео. И, друзья, большая просьба. Смотрите видео на канале Технобар Плюс. С применением VPN сервиса. Ну, а я, как обычно, всем желаю удачи. Всех обнял.